Россия Город Владимир Он старше Москвы почти на 150 лет По преданию, этот город основал киевский князь Владимир Владимирская земля славится выдающимися полководцами, художниками, сочами Во Владимире правил легендарный князь Александр Невский, великий защитник русских земель А полководец Александр Суворов написал здесь свою знаменитую книгу «Наука побеждать» На весь мир известны белокаменные Владимирские храмы Один из них, Успенский собор, расписал фресками Андрей Рублев, великий русский иконописец А Дмитровский собор украшен изумительной резьбой по камню С сотнями изображений сказочных животных, невиданных птиц, причудливых растений А как здорово владимирцы умеют играть на обыкновенных пастушьих рожках И, конечно же, сказки здесь рассказывают самые разные И каждая из них, как сверкающий самоцвет КОНЕЦ 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 Жили-были в одной деревне Муж да жена Жена была женщина своенравная Даже, можно сказать, упрямая Что муж не скажет, все она наоборот делает Одно слово, вредная была баба Продолжение следует... Ты бы жёнушка того Коцовик ты сняла? Жарко же Ну вот ещё Осторонись, потому что он бегнёт Ну ладно, ещё Осторожно, заплывайся Ну вот ещё Ааааааа Ой Ай! Подбавь огоньку, не видно ничего Ну вот ещё В общем, жили как могли И пошли они однажды в лес по грибы Ух ты! Вот сюда, тут грибов, тьма тьмущая Ну вот ещё Ну и вредная же ты, чёрт тебя возьми Туда не ходи Ну вот ещё В яму упадёшь! Ну вот ещё Вот тяна Не ходи одна Постоял мужик, погоревал Да и пошёл себе домой Упала баба в чердям в ад Ага! Полезай-ка в кипящую смолу Я тебя варить буду Что? Я? Ну вот ещё А я тебе говорю, полезай Ты меня должна слушаться Меня тут все слушают Вот и осиротели мы с тобой, котик Пропала наша баба Ну совсем Динай Ух ты, аукое! Ауэк! Тим Тихо, тихо. Как же мы без бабы жить-то теперь будем? Ты что? Того? Совсем осадонела? Выпусти! Горячо же! Ну вот и счет! Да, мне повезло черту. А мужик погоревал-погоревал. Да за хозяйство взялся. Дала бы ты мне, баба, продыху. Ну вот и счет. Все. Сил моих больше нет. Ну вот еще. Кто там? Че надо? Открой, мужик. Дело есть. Слушай, это не твоя ли жена в бездонную яму упала? Моя. А что? Как что? Она ко мне упала. Нет теперь житья от нее. Ни днабьей, ни покрышки, ни духу, ни передышки. Взял бы ты ее назад, а? Обрадовался мужик, что жена жива. Но виду не показал. Хе, ну нет. Мучился я с ней десять лет. Теперь вы помучитесь, а я отдохну. Возьми ее, брата. Сделай милость. Мы тебе сто рублей дадим. Смеешься? За такую-то бабу? Ну. Двести. Не, себе оставь. Эх, и съест она вас всех чертей поедам. Тыщу. Мужик, возьми тысячу. Золотом. Ну вот еще. Мешок. Мешок золота, мужик. Все, что есть, бери. Все, что есть, бери. Только избавь от бабы проклятой. Ну, ежели мешок. А не обманешь? Что ты, мил человек? Да я богом клянусь. Ну. 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 Ладно уж. Давай, неси. Вот. Ну что же. Уговор дороже денег. Черт с тобой. Веди мою бабу. Да не торопись. Утро приводи. Хоть выспаться-то дай. Котик, гляди. Вернулась. Дай-ка я тебя рассолую. Ну, вот еще. Поди, остынь. И стали они дальше жить. Баба по-прежнему вредничает, а муж, в конце концов, приноровился женкину вредность в пользу оборачивать. Чего-то жарко стало. Ты дверь еще пошире растворила. Ну, вот еще. Да не вздумай печь-то пить. Баба по-прежнему в collegе. Субтитры создавал DimaTorzok